Разрез Милановского в северной части Ульяновска – одно из самых живописных мест города. Правда, опасная. Земля, того и гляди, уйдёт из-под ног. Оползни в нашем крае всегда были нередки, однако 2016 год показал – необходимо срочно заниматься берегоукреплением. Тогда на обнажении Милановского разом рухнуло 12 метров земли. С тех пор каждый год в этом месте обваливается ещё по 2-4 метра берега. Оползни в Ульяновске являются достаточно живописными, активными, сложными и многоярусными, как мы видим на данном объекте. Теперь трёхкилометровый участок от президентского моста до улицы Тухачевского взяли под контроль группа компаний ЕКС. С ними городская администрация заключила муниципальный контракт на проектирование противооползневых работ. Работу контролирует губернатор. Сейчас на склоне проводятся инженерные изыскания. Специалисты создают геодетический план, изучают климат и гидрологию Волги. На это уйдёт три месяца. Следующие этапы – составление общетехнических решений и проектирования. Однозначно будет у положения откоса, будет его тарасирование, будут заложены дренажи и, наверное, штольни. Берегоукрепление будет выполнено полувертикального типа, то есть будет стоять шпунтовая стенка, будет бетонное крепление откоса и будет площадка, которая будет являться променадом. Эта территория будет в будущем использоваться как зона отдыха для гостей города и жителей. Оползень в Ульяновске многоярусный и сложный. Поэтому проектировщикам помогают учёные из Российской академии наук. Они ведут наблюдение за этим откосом ещё с 2006 года. За это время на участке учёные насчитали 452 оползня. Основная задача является разобраться в механизме оползней, оценить их степень оползневой опасности и активности и предложить разработать и предложить проектировщикам наиболее рационально эффективные средства инженерной защиты. Все проектные работы специалисты должны завершить к 1 декабря. А далее на участке должны приступить непосредственно к самим работам. В планах сделать трёхкилометровый участок прогулочной зоны с несколькими парковками, пешеходными дорожками и освещением.